Внимание! Все задержки дыхания в воде должны выполняться с компетентным страхующим или тренером. От этого зависит ваша жизнь. Всем привет! Меня зовут Михаил Лапшин. Сегодня я вам расскажу про гипоксическую тренировку, она же соревновательная, то есть это тренировка, в которой мы выполняем процедуры, необходимые нам для разминки и для максимальной задержки дыхания на соревнованиях. Расскажу вам свой опыт. Я пришел к тому, что выполняю я сухую суставную и дыхательную гимнастику, потом я делаю две задержки дыхания на воде. Они у меня примерно по 2-3 минуты, то есть это задержки дыхания, когда я захожу чуть-чуть в дискомфорт, в самое начало и маленечко с несколькими контракциями лежу. Между этими двумя попытками я делаю минут 5 отдыха и затем примерно 5-6 минут и делаю стартовую максимальную попытку. Хочу вам рассказать 5 советов, которые могу дать для максимальной статической задержки дыхания в воде. Первый. Взаимодействие со страхующим, со своим партнером. Вы должны договориться, будет ли он вас трогать, на какой минуте он что вам будет говорить, как он вас будет уговаривать, терпеть и так далее. Второе. Вы должны подобрать лицевое оборудование, то есть, допустим, мне удобно лежать в очках с зажимом. Вы должны на тренировках попробовать разные методы, то есть без очков, без зажима, с маской и выбрать для себя самый удобный. Третье. Вы должны понять, в какой воде будет проводиться соревнование и подобрать нужную толщину костюма, чтобы вам не было холодно во время разминки, во время самой задержки дыхания. Четвертое. Рекомендую написать тайминг, то есть, минута за минутой, что вы будете делать. Пришли в бассейн, размялись, надели костюм, тогда-то зашли в воду, тогда-то сделали первую-вторую попытку, столько-то у вас времени на отдых и тогда-то у вас время старта. И об этом тайминге желательно уведомить страхующего, который должен тоже понимать, когда и во сколько вы должны находиться, чтобы вовремя вас подстраховать и вовремя подсказать, если вы маленько отвлеклись или отстаете, или наоборот, опережаете тайминг в силу того, что, допустим, засуетились, либо переволновались. Пятый совет. Визуализация. То есть, вы во время, допустим, сухой разминки своей ложитесь перед заходом в воду и прокручиваете в голове, как вы будете делать разминки в воде, что вы будете думать во время этих разминок, как вы наденете зажим, как вы наденете лицевое оборудование, как вам будет давать команду судья, как вы сделаете вдох, что вы будете делать во время самой задержки дыхания, что вы будете делать во время того, когда у вас возникнет дискомфорт. Это все вы в голове прокручиваете и ум, как бы простраивая картину, потом реализует это все уже более спокойно и вы четко знаете в каждый момент времени, что вы будете делать. Обязательно прорепетируйте в голове, как вы будете выполнять восстановительное дыхание, знак и как вам судья покажет белую карточку или тренер, если это тренировка. Если вам интересно прогрессировать во фридайвинге, в том числе в статической задержке дыхания, я даю онлайн консультации, могу составить какую-то программу тренировок специально под вас. Вы можете написать по номеру телефона, указанному в комментариях к этому видео. Продолжение следует...